Добрый день, уважаемые зрители! С вами доктор Константин. Сегодня тема лекции делается следующее. Судороги у детей. Чаще всего на сегодняшний день западная медицина нашла объяснение тому, что судороги у детей, это потому что они находятся в стадии развития, у них мозг маленький, и потому для развития нужно, скажем так, перейти стадию судорог, которые появляются у детей. Как ни странно это звучит. Здесь мы имеем судороги всего тела, нижних или верхних конечностей, не имея значения. Но вы знаете, имеет огромное значение, почему, потому как я свои лекции читаю в большинстве случаев из практического опыта. И могу поделиться своим практическим опытом и сказать, что судороги у детей это не всегда развитие головного мозга, либо мозга в целом. Это прежде всего не работа ножных меридианов, которые практически контролируют всю голову. Вот чаще всего приходишь на диагностику, делаешь диагностику маленькому ребенку, видишь, что нижние конечности не работают. Ну как это не работает, мой зад вопрос. Ну не выполняют функцию 12 меридианов, которые контролируют наш с вами головной мозг, либо голову. Вот чаще всего, если у детей есть судороги, пожалуйста, обратите внимание на нижние меридианы. А при чем здесь меридиан тогда перикарда? Ну давайте разберемся. Меридиан перикарда у нас контролирует всю сосудистую систему человека. Ну здесь и сосуды головного мозга, и все сосуды, которые есть в нашем с вами организме. Но не следует забывать, что меридиан перикарда это инский меридиан. Он отвечает за все инские органы, за инскую энергию. И поверьте, меридиан перикарда очень сильно отвечает. Имеет огромную власть над инской энергией. Это не пустые слова. И брать его во внимание, скажем так, или не брать его во внимание, когда диагностируешь, это будет глупо. Нужно обращать на все внимание и на те тонкости, которые показаны при тех или иных диагностиках. Потому мы начали с вами разговор о нижних конечностях. Ну все, что ниже пупа является инской энергией. Так вот восстановите инскую энергию с помощью меридиана перикарда, который контролирует инскую энергию. И что? Суды и пройдут. Здесь конечно же нужна диагностика 12 меридианов, так как мы затронули две субстанции, инь и янь, которые всегда находятся в противоборстве. И сгармонизировать их только можно, только увидев ту картину, которая покажет нам диагностика 12 меридианов. То есть, либо много инской энергии, инская энергия своей господством подавляет янскую энергию, либо янская энергия воспалилась и своим господством подавляет инскую энергию. Сбалансировав эти две, скажем так, субстанции и не янь, приведя их в норму, в гармоничность, вы можете добиться того, что у детей пройдут любые суды. Ну, а точка МЦ8 Лао Гун в помощь, здесь лучше всего проводить массаж, особенно на ночь, успокаивающий, когда ребенок засыпает, либо дети засыпают, любая мама, либо отец, который, скажем так, любит свое дитя, сядут и потихонечку, там скажем так, укладывая ребенка спать, будет что? Все, потихоньку массажировать точку МЦ8 Лао Гун и успокаивать и головной мозг, и мозг, и сосуды головного мозга, которые, согласно западной медицине, но не восточной, приводят к судорожным сведениям у детей. Спасибо за внимание.